Подошло время стрижки флорариума. Как же это делается? Всем привет! С вами Георгий Короленко, компания Florarium Plants. И сегодня мы займемся стрижкой. Начнем с самого разросшегося растения, это пилея микрофила. Она выросла таким огромным кустом, который уже касается передней стенки. Стричь ее можно совершенно нещадно, формировать разные формы кусты. Она после этого отлично восстанавливается. Со стриженной не выкидываем, это можно будет потом рассадить. Точно так же сильно можно стричь любые другие пилеи. Например, пилея депресса, пилея глаука. После стрижки растения, конечно, выглядят такими обгрызенными. Внутренняя часть куста немного даже желтая, но это ничего страшного. Получился такой вот куцый кустик, который, в общем-то, через неделю уже установится. Всякие остатки лучше вынимать, потому что они тоже могут укорениться среди других растений. И будут портить внешний вид. Выпалывать потом сложнее. Илеохарис здесь стричь еще рано. А вот фикус помилок верстифолия уже разросся очень толстой подушкой. И его тоже можно уменьшить. Во-первых, уберем папоротник, который самосевом тут вырос. Этот папоротник в дальнейшем будет очень большим. Поэтому, чтобы контролировать его рост, полностью убираем листья. Следующие листья полезут тоже маленькие. У фикуса выделяем отдельные ветки и режем их. Иногда они сами хорошо обрываются. Толстую подушку из растений можно формировать руками. Просто приминай ее в нужных нам местах. С переднего плана, с почвопокровных растений, как можно тщательнее удаляем все упавшие части того, что мы стригли. А также все, что лишнее там начинает прорастать. Включая мох и другие мелкие растения. Иначе почвопокровка превратится уже в кашу из разных видов и придется пересаживать все полностью. Продолжение следует... Актив uhон VM. Актив. Актив. Иначе У бальбитиса тоже подрезаем старые почерневшие листья. Растет он довольно медленно, поэтому делать это придется редко. Если он вдруг дает спароносные ваи, их тоже лучше обрезать, потому что они очень высокие, и он их будет давать постоянно, если не обрезать. Декоративный вид теряется. После стрижки растения необходимо удобрить. Особенно быстрорастущие, как пилеи микрофилла. Удобряем биогумусом с высоким содержанием азота. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Примерно через неделю декоративный вид полностью восстановится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас мы будем стричь химианту с Монте-Карло, который вырос уже очень толстым слоем. И если такое допускать, нижняя часть растения может погибнуть, и придется пересаживать полностью весь ковер. Для стрижки нам понадобятся вот такие вот изогнутые ножницы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Подводим их в гущу растений и просто начинаем срезать верхнюю часть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После чего вынимаем отрезанное. Это можно будет сажать. И продолжаем так со всем газоном, стараясь делать толщину около 1 см. В местах, где нам непонятна толщина, можно проверить это пинцетом. Пинцетом чувствуется, когда он упирается в почву. Вот здесь около 2 см. Дальше просто ровняем ножницами, получившуюся труху, будем доставать пинцетом. Эти части растений нам уже не понадобятся, их можно смело выкидывать. Для подметания остатков подойдет кисточка. Сметаемся в один угол. Газон здесь занимает очень большую площадь, и здесь вот какое-то не очень красивое пространство. Хочу сюда посадить альтернатеру. Она в не очень хорошем состоянии, но во флорариуме она быстро придет в себя и разрастется. Для этого делаем небольшие дырочки в газоне. Корни очень плотные, поэтому это не так просто. Убираем лишние корни вольтернатеры. Разделяем куст. И делаем отверстие под вот этот земляной ком. Пинцетом погружаем растение и утрамбовываем. Вторую часть растения посадим чуть повыше. После стрижки и посадки необходимо опять-таки удобрить. Здесь очень сильно разрослась пилея микрофила. Этот флорариум будем стричь первый раз. Альтернатера тоже достаточно разрослась. Давайте ее тоже пострижем. Для этого выделяем стебель отдельно. Оставляем снизу одну или две мутовки и обрезаем. Субтитры сделал DimaTorzok Лучше обстричь все точки роста растения, чтобы рост был более равномерным Оставшиеся верхушки можно при необходимости посадить Все